Добро пожаловать в эту серию учебных пособий, состоящую из нескольких частей, в которой мы рассмотрим различные способы использования инструмента EncoPoint внутри Substance 3D Paint. Мы собираемся начать наше первое видео с создания эффектов двойного окрашенного слоя, которые вы можете сейчас видеть. Эти EncoPoints очень хороши, потому что они полностью динамичны. Это означает то, что мы можем сделать эффект износа краев с помощью одного слайдера, так очень просто, мы можем полностью контролировать оба наших слоя краски и создавать этот интересный эффект. Так что же такое EncoPoints? EncoPoints это мощная функция, которая позволяет повторно использовать нужную нам часть стека слоев. Это означает то, что вы можете создать маску или слой один раз и динамически использовать их в других слоях. Если вы измените EncoPoints, все ссылки на него также будут обновлены. Это позволит вам работать гораздо быстрее. Ладно, давайте сразу погрузимся в суть. Итак, сейчас у нас базовый материал, который представляет собой всего лишь простую бронзу. Сейчас в первую очередь мы собираемся создать нашу краску. Для этого мы будем использовать простой слой заливки. Мы можем подняться к иконке, маленькая ведерко с краской, и создать слой заливки. И теперь давайте дважды щелкнув по названию назовем это белой краской, используя в названии нижнее подчеркивание. Теперь вы, конечно, можете идти дальше и немного повозиться с настройками. Допустим, мы, например, придадим ему немного больше Rafness, чтобы сделать его немного более блестящим, но это все. Что мы собираемся сделать сейчас? Сейчас мы можем пройти дальше, также на базовом цвете мы можем сделать немного темнее. Теперь, когда у вас есть это, помните, что у нас будет два слоя краски, поэтому мы можем сразу же щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и дублировать, и просто назвать это синей краской. А для этой синей краски вы можете просто выбрать свой базовый цвет. А потом, если мы просто поменяем ползунок на букве H, тогда мы сможем изменить цвет. На то, что нам нужно, можно придать ему приятный темно-синий оттенок. Что-то вроде вот этого. Теперь на этом этапе мы сначала отключим нашу синюю краску и сейчас сосредоточимся на нашей белой краске. Теперь у нас только белая краска. Что мы хотим сделать в первую очередь, так это немного повредить ее, чтобы мы могли видеть бронзовый материал под ней. Мы переходим сюда ко второй кнопке, так мы собираемся добавить черную маску, прямо на слой белой краски. Эта маска просто скроет наш слой заливки, потому что черный цвет означает, что здесь ничего нет. Теперь, что мы можем сделать очень просто, мы можем щелкнуть правой кнопкой мыши и добавить генератор, или вы можете подняться вот сюда, наверх, и добавить генератор здесь. И теперь, когда у вас есть стек генератора, все, что вам нужно сделать, это открыть опцию с генераторами. Тут есть еще несколько различных генераторов, которые мы можем использовать. Вы можете, например, создать эффект грязи, или эффект потекшей ржавчины. Но что мы хотим сделать? Это создать эффект износа на краях металла, выберите этот эффект. После нажатия на него вы получаете кучу этих ползунков с разными настройками. Сейчас мы не будем вдаваться в подробности, потому что это учебное пособие по EncoPoint. Но все, что я хочу сделать, это нажать кнопку инвертирования, чтобы большая часть нашей модели была окрашена, а затем она просто уберет некоторые из этих царапин. И затем мы можем использовать наш уровень износа, чтобы в основном увеличить или уменьшить эти царапины. Мы также можем поиграть с этим бегунком контраста, если вы, например, хотите сделать их мягче или более резкими. Так что давайте продолжим и установим его примерно на это значение. Мне это нравится. И теперь все, что нам нужно сделать, это добавить наш EncoPoint, чтобы мы могли ссылаться на эту маску в нашей синей краске, а затем вносить в нее изменения. Это очень просто. Все, что вам нужно сделать, это перейти сюда к этому маленькому инструменту волшебной палочки, а затем вы просто двигаетесь до иконки EncoPoint, или же вы можете просто щелкнуть правой кнопкой мыши и находите те же настройки. Теперь EncoPoint автоматически получил имя, это происходит, потому что EncoPoint всегда получает имя родительского слоя. Он теперь называется маска с белой краской, что для меня достаточно понятно. Теперь следующий шаг, который мы хотим сделать, это активировать наш синий слой, а также хотим получить ссылку. Через EncoPoint от нашего слоя белой краски. Сейчас давайте повторим действие, добавляя простую черную маску к нашей синей краске. Способ, которым вам нужно ссылаться на EncoPoint, заключается в том, что она должна быть ссылкой, например на слой заливки, где вы можете ввести определенную маску. Поэтому сейчас мы используем для этого fill. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши и пройдя ниже, вы можете добавить слой заливки здесь. И это то, что я имею в виду, когда говорю, что могу управлять своей маской. Вы часто видите это также в своих базовых слоях, где вы можете вводить разные маски. Итак, для этого синего слоя достаточно того, что мы добавили fill, сейчас мы просто хотим нажать значение Grayscale и тогда вы увидите вторую вкладку, называемую EncoPoint. Когда вы нажмете на эту вкладку, вы увидите, что на ней будут все EncoPoint в вашей сцене. А сейчас мы будем использовать этот. Мы можем нажать на него. И теперь вы можете видеть, что происходит, так это то, что теперь эта маска почти такая же, как эта маска, потому что она ссылается на нее. Итак, на этом этапе мы получаем уровни, с которыми мы можем играть вместе с EncoPoint. Так что если вы, например, измените эти уровни, вы можете увидеть изменения в текстуре. Вы можете нанести его как небольшой контур поверх нашей краски, чтобы придать ему эффект, который у нас есть. Белая краска, а затем поверх нее синяя краска. Это всегда очень приятно, что мы можем использовать этот эффект, или вы можете просто инвертировать свою маску, если хотите сделать что-то подобное интересное. Итак, что мы можем сделать, это скажем установить наш средний ползунок немного выше, просто проявим немного белой краской, все еще под синей краской, это то, как мы можем ссылаться на наши EncoPoint. Так что это очень просто, если вы хотите добавить немного больше эффекта, то вы можете начать, например, стирать краску с помощью дополнительного генератора. Это просто бонус, он не имеет ничего общего с EncoPoint, но я художник, и мне нравится, чтобы все выглядело очень круто. Итак, что я могу сделать, так это подняться сюда к своим смарт-маскам. А затем, если я прокручу страницу вниз, я смогу захватить, например, маску, surface warn. На самом деле я могу просто перетащить это прямо поверх моих EncoPoint. И единственное, что мне сейчас нужно сделать, это просто перейти в режим наложения и установить его в положение умножения, потому что fill все перекрывает. Но если вы установите его на умножение, он будет объединен со слоем заливки. Так что как только мы это сделаем, мы можем нажать на наши маски, например, а затем мы можем пойти дальше, и еще немного поиграть с этой синей краской. И вы можете видеть, что мы почти можем стереть нашу синюю краску. Итак, это был очень простой обзор того, как создать EncoPoint. И затем создать ссылку на EncoPoint во втором слое, а затем просто использовать ее. И сейчас мы приближаемся к концу нашего первого видео. Одна вещь, которую вам всегда нужно понимать, и я говорил это уже в начале видео, заключается в том, что EncoPoint могут создавать ссылки только для верхних слоев. Вы не можете пойти другим путем. Так что если бы я, например, взял свою синюю краску и переместил ее вниз, то здесь она не может ссылаться на мою EncoPoint. И тут вы можете видеть, что сейчас связь между слоями прервана. И это просто потому, что ваши EncoPoint работают снизу вверх. Как это происходит в данном конкретном случае? Таким образом он простирается снизу вверх, потому что именно так он работает внутри Substance Paint. Итак, последнее, что я хочу вам показать, это то, что эти опорные точки действительно динамичны. Давайте продолжим и вернемся к нашей белой краске. И что мы можем сделать, так это подняться сюда и добавить еще один слой краски. Слой краски это просто дополнительный слой, который позволяет вам рисовать на вашей реальной модели, используя, например, кисти. Теперь, что мы хотим сделать, так это пойти дальше и переместить этот слой рисования ниже наших опорных точек. Потому что иначе EncoPoint не видит ее в этом слое краски. Сейчас я хочу пройти в библиотеку и подобрать подходящую кисть. И давайте просто возьмем классную кисть, например, Charcoal Full Frame. Поставлю ее размер немного ниже. Я могу просто начать рисовать здесь. Нажмите 10, если вы хотите инвертировать кисть. Вы можете видеть, что теперь я действительно могу просто идти дальше. И я могу просто затирать мою краску, и тогда вы увидите, что оба слоя краски стираются. Это происходит из-за ссылки на наш EncoPoint, и наша синяя краска просто прекрасно соответствует всем правилам эффектов, которые мы установили ранее. И, конечно же, вдобавок ко всему, вы всегда можете вернуться к своему генератору. И вы можете увеличить или уменьшить это. Так что это действительно динамично, и это так просто, как только вы это настроите, а также с более продвинутыми настройками, чтобы действительно получить интересные эффекты, которые сэкономят вам много времени и усилий. Субтитры создавал DimaTorzok